30-градусное пекло уже несколько дней испытывает на прочность жителей центральной части России. В период высокой солнечной активности специалисты рекомендуют соблюдать меры предосторожности. Как легче всего перенести изнуряющую жару, если возникла необходимость выйти на раскалённую улицу? На этот вопрос отвечает руководитель Центра здоровья Щелковской областной больницы Татьяна Колосова. В чём угроза ультрафиолетовой активности высокой? Во-первых, действительно солнечные ожоги, которые не только вызывают местное воспаление в момент ожога, но и имеют долгосрочные последствия в виде косметические пигментные пятна, фактически это длительное воспаление, которое может привести даже к перерождению ранее существовавших родинок. Поэтому под открытым солнцем находиться не надо. При высокой температуре окружающего воздуха у человека всегда происходит сгущение крови. Это естественная реакция организма на тепло. Об этом следует помнить людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями. Повышается свёртывность крови, повышается опасность тромбообразования, а соответственно и тромбоэмболии, а значит инфарктов и инсультов. А защититься от сгущения крови можно как раз достаточным приёмом жидкости. Татьяна Колосова рекомендует пить простую или газированную воду с незначительным количеством минеральных солей. Из-за риска получить ангину стоит избегать холодной воды. Лучше спасают в жару, как ни странно, горячие напитки. Горячий чай охлаждает быстрее, но пить его врачи советуют медленно. Самый же эффективный способ понизить температуру тела описан в литературе. В жару Татьяна Колосова также рекомендует принимать горячий душ. Одна-две минуты под струёй нагретой воды охлаждают лучше, чем любая прохладная ванна. И на это у медработника есть убедительные доводы. Холодный душ или прыжки в ледяную воду, в холодную воду, может привести к спазму сосудистому, что, соответственно, чревато последствиями в виде инсультов, опять же, инфарктов, приступов стенокардии. По этой же причине не стоит пить очень холодные напитки и активно поедать мороженое. Крайне важно соблюдать правила людям, перенесшим коронавирус. У переболевших высока вероятность возникновения реакции, называемой аллергии на солнце. Фотодерматит проходит очень долго. Не так, как обычно у куска мара. Он может длиться полтора-два месяца. Всем людям, кто пьют аспирин, ксорелту, любые варфарин, любые другие противосвертывающие, надо помнить, что для них открытое солнце запрещено. Длительное пребывание на жаре способно вызвать тепловой удар и потерю сознания. Предвестниками такого состояния могут быть довольно неприятные ощущения. Тошнота, позывы на рвоту, сильное головокружение, выраженная слабость. Значит, первое – войти в помещение, раздеться, накрыться влажной, прохладной, не холодной, прохладной тканью или обтереться хотя бы, лечь минут через 10-15, когда станет легче, попить воды и пойти принять горячий душ. После теплового стресса специалисты советуют максимально ограничить движение и прием пищи. Так можно минимизировать последствия непривычной жары, которая, по прогнозам синоптиков, должна отступить только на следующей неделе.